Здравствуйте, у микрофона я, Рэндарос, к аналогии Минмашин, и сегодня я беру интервью у гусей, известных локализаторов, музыкантов и правителей всего сущего. На студии со мной священник-богатырь с голосом Пушкина. Здравствуйте. Здравствуй, сын мой. Отче, отпусти мне грехим, а то есть скажите, пожалуйста, вы действительно озвучиваете Санса на проекте гусей? Истина знания сие. Понятно, я слышал, что гуси утвердили вас официальным голосом Санса на своем проекте, это так? Верно, сын мой. Но я знаю, что многим этот голос не нравится, что вы скажете им? Это заблудшие души, и... срать мы на них хотели. Мудро. А что насчет голоса Асгора? Его также озвучиваете вы? К сожалению, я не могу ответить на ваш вопрос. Что ж, понимаю. Тогда перейдем к... А что, простите? Ничего. Приятно знать. Наши зрители вас любят. Я любовь твою... Спасибо большое за то, что пришли, и давайте сразу к главному. Скажите, какие у гусей планы на новый творческий год? Захватить мир и поработить все сущее. Понимаю. Все мы ждем этого с нетерпением, а пока не могли бы вы рассказать о том, чего нам стоит ждать от гусей? А Херек знает, гуси же. Логично. Мне также известно, что проект обзавелся новой политикой. Что это за политика? Это политика нулевой терпимости хейтерам, слабоумию и тем, кто популярнее нас. Все они черствые люди, нуждающиеся в покаянии и вечных муках в аду, чтобы всем срать через рот иродом проклятым. Спасибо большое за ответ. Я думаю, все ютуберы того же мнения, но признались только вы. А что насчет менее популярных каналов? Это нахлебники, желающие внимания за наш счет. Чтоб им ютуб всех подписчиков разом отписал и сказал, что это были боты. Ну, он так и делает. Я знаю, что гуси с нового года разрешили делать реакции на их видео и использовать их контент при указании ссылок на вас. Это правда? Истину молвишь, сын мой! А почему гуси изменили свое решение на этот счет? Да бес их знает, гуси же. Ваша правда. Так, возможно, гуси изменили свое решение относительно своих подписчиков? Кого? А вы про этих слабоумных? Нет. Я надеялся на это. Спасибо за то, что не лицемерите, как это делают все остальные ютуберы, имитируя бесконечную любовь к своей аудитории. Спасибо в карман не положишь. Ссылка на донейт гусям в описании. Никто не знает, как его открывать. Спасибо за ваши ответы. Я напоминаю, что в студии был официальный голос Санса на канале Гусей. Священник-богатырь с голосом Пушкина. Последний вопрос. Что за странное имя? Пошел в жопу. Спасибо еще раз. С вами был Рандаро с канала Геймин Машин. Всего доброго.